Нужно собрать семантику или оценить позиции или собрать ключевые слова в контекстной рекламе с ваших конкурентов и у вас на этом всего есть 10 минут? Знакомая ситуация и в этом видео мы расскажем как пользоваться серпстат и избавиться от этих и других проблем. Меня зовут Николай Шмачков и это 5 уроков от SEO специалистов как правильно пользоваться серпстат. Сервис серпстат появился из старого сервиса продвигатор, который пользовался исключительно для оценки контекстной рекламы, в частности спарсинга конкурентов, объявлений, ключевых слов и тому подобное. Подобный сервис был с PyWars, распространенный в Москве. На текущий момент серпстат рос огромным количеством функций, стал независимой компанией и предлагает все больше и больше новых услуг. Ни один анализ сайта не обходится у нас без серпстат. Этот мощный инструмент может оценить ваш сайт буквально в пару кликов. При нажатии поиска вам будет выдана целая инфографика по вашему сайту. Кратко пройдемся по всем пунктам, которые мы здесь видим. Инфографика отображает основные показатели буквально с первого экрана. В первую очередь это видимость, условный показатель серпстат, который оценивает сайты по внутреннему индексу. Второй показатель это суммарный трафик, который оценивает входящий трафик за месяц на данный сайт. Третий показатель, который следует обратить внимание при анализе, это наличие ключевых фраз в контекстной рекламе. Именно здесь вы можете увидеть ретроспективный анализ ключей, которые использовались когда-либо в контекстной рекламе для исследуемого сайта. В этом видео мы не будем рассказывать пошагово, где какие кнопочки, что значит серпстат, а будем рассказывать реальные лайфхаки, как его использовать для SEO задач. В этом уроке я расскажу, как подобрать ключевые слова непосредственно для будущей странички при помощи сервиса серпстат. В этом уроке мы своруем чужие ключи и подберем семантику. Первоначально находим в гугле страничку, которая занимает топ по нашему ключевому запросу, по которому мы планируем составить контент. Например, сегодня мы будем подбирать ключи для запроса настройка КМС и нам нужно найти лучшие странички, по которым мы будем писать контент и какие ключи нам нужно собрать. Мы берем ключ настройка КМС, вбиваем в гугл и видим те странички, которые нам нужны. Берем любую из этих страничек, копируем URL, вбиваем его в серпстат, выбираем нашу поисковую систему и смотрим ключевые слова, по которым эта статья продвинута. Можно проверить по поисковым системам, по которым она называется ТОП-10 и выбрать те ключи, которые максимально релевантны нашей страничке. В этом видео уроке я расскажу, как при помощи серпстат собрать театрические ключи для техзадания для вашего копирайтера, чтобы он мог спокойно написать блог и написать любую статью буквально в пару кликов. Для этого используемся следующим функционалом поисковых подсказок. Просто перейдите в поисковые подсказки и вбейте ваш основной ключ, либо несколько ключей и подберите их. Выберите вкладку пакетного экспорта и забросьте все синонимы, которые вы собрали для сбора семантического ядра в список. В нашем случае мы заполнили список слов SEO-продвижение, продвижение сайта, SEO-оптимизация и тому подобное, перечислив все синонимы. Для сбора выберите, пожалуйста, раздел «Бесто понял», это будут учитываться только ключевые фразы. И если нам нужны вопросы, поставьте галочку на «Только вопросы». Затем нажмите «Экспорт». Готовый отчет появится в окошке, просто можете нажать в один клик и скачать его. Готовый список будет представлен в Excel из двух колонок. В первой колонке будет ключевая фраза, второе – запрос. Запрос – это тот запрос, под который изначально подбирались все вопросы. Для удобства вы можете с легкостью пересечь их для удобного импортирования в KeyCollector. Используйте следующую формулу, где вы пересекаете вторую колонку с первой через двоеточие. Следующий список можно легко импортировать в KeyCollector, что позволит нам затем его чистить. Просто добавьте список, укажите обязательно, что у вас идет разделитель в двоеточие. KeyCollector сам создаст нужные группы и забросит ключи, рассортировав их по этим группам. Дальше дело техники – выбрать ключи и собрать частоты. Иктоговый список легко отсортировать по частоте, убрать ненужные слова при помощи фильтров минус-слов и давать смело копирайтеру на написание статьи. Не забывайте, что вы можете собрать подсказки не только по Google, но также и по Яндексу. Выбирайте любую из поисковых систем, в частности регионы для Google, либо Яндекс.Москва или Питер, сразу изначально в серпстат. Окей, если нам нужно найти больше идей для наших ключевых слов, я рекомендую использовать такой функционал серпстат, как контент-маркетинг, вкладка «Поисковые вопросы». «Поисковые вопросы» заключается в том, что вы вбиваете основной ключ, и оно под этот ключ подбирает по максимуму все вопросы, которые есть в поисковой системе. Выбираются абсолютно все, вы можете просмотреть сразу в диаграмме, каких слов сколько встречается в поисковой системе, и сразу выгрузить в себя конкретные запросы, которые вам нужны для конкретной странички. Для удобства все запросы уже по факту кластеризированы по страницам, поэтому если вам нужно представить, что вы будете писать в блог, просто воспользуйтесь этой функцией, и идеи в блог вам придут сразу. В этом случае кей-коллектор нам не понадобится. Следующий лайфхак будет направлен на то, как найти объявления в Google и в Яндекс. Ранее мы писали в нашей статье все шаги, как это можно сделать. Искать, например, в поиске, использовать специальный сервис AdWords, или использовать в Яндекс.Директе непосредственно поиск аналогичных объявлений. Но если на это у нас просто нет времени, серпстат предлагает простой способ по их поиску. Для этого мы воспользуемся функционалом PPC Analyze, вкладка «Объявления». Вбиваем наше ключевое слово, которое нам следует исследовать, и смотрим сразу все тексты объявлений и ключевые слова по этим объявлениям в едином экране. Это очень сильно упрощает по подбору УТП, уникального торгового предложения, написание текстов объявлений, написание заголовков объявлений, ну и, соответственно, возможно, для поиска идей ключевых слов для контекстной рекламы. Следующий лайфхак будет полезен для любого SEOшника, который начинает продвижение сайта. И если вам нужно для первого клиента вам проверить все позиции, которые он занимает, серпстат в этом плане будет просто незаменим. Для снятия позиций сайта воспользуйтесь функцией SEO-анализ позиций. Все позиции будут отгружены по частоте и занимаемой строке в поиске. Также будет отмечено, какая страница занимает какие позиции. Результат можно легко выгрузить в Excel и рассортировать для удобства по страницам. Следующий лайфхак будет полезен для тех, кто собирает ключевые слова для YouTube или подбирает ключи для альтов. Да, сегодня мы будем искать ключи по типам. В первую очередь есть такой функционал у серпстата, так называемые фильтры. Мы можем выбрать конкретно фильтр по типам ключей. Для этого выберите фильтр «Наличие элементов в выдаче содержит» и поставьте галочки «То, что вам нужно отфильтровать». К картинке вы будете искать все, что нужно для альтов. Если вы поставите галочку «Видео», вся семантика будет собрана непосредственно в видеоключей. То есть, ваша задача всего лишь скачать эти ключи, закинуть в кей-коллектор, разбить по группам, если это необходимо, и использовать как видеотеги. Заключительным лайфхаком будет красивая подача информации для вашего директора по продвижению вашего сайта. И здесь нам помогает снова серпстат. Он позволяет делать красивую и красочно-сочную инфографику по продвижению вашего сайта. Конечно, если вы не бездельничали. Для этого просто перейдите в функционал «Анализ доменов», выберите вкладку «Инфографика», вбейте ваш сайт, выберите поисковую систему и посмотрите красивый результат вашей работы. Где вы будете видеть, как продвигались ваши ключевые фразы, по каким дням, как возрастала видимость вашего сайта. Также, как распределены ключевые слова по позициям, что тоже очень важно. Какие ваши конкуренты и с кем вы, условно говоря, соперничаете. И какие позиции подросли, какие просели, какие вообще потерялись, а какие только-только появились. Весь этот результат можно скачать, всего лишь нажав на кнопочку «Сохранить как изображение». Изображение скачивается в формате PNG, которое можно отдать дизайнеру, чтобы он его красиво разбил. Либо просто, если вам лень, вставить сразу в Google Doc и отправить как отчет вашему клиенту, либо директору. Следующим лайфхаком по поиску стратегии продвижения я рекомендую воспользоваться функцией «Userpstat». Это поиск страниц, по которым конкуренты получают трафик. Да, если вы знаете, что ваш конкурент продвинулся, интересно понимать, а какие все-таки страницы дают ему долю трафика. Наибольшую долю трафика. Вы можете пользоваться также SimilarWeb для этого, но SimilarWeb дорогой, тем более его Pro-версия, ее надо покупать. Serpstat в этом плане дешевле. В чем строится наша стратегия? Наша стратегия вбить сайт и посмотреть так называемые страницы лидеры, по которым виден наш сайт. Для этого выбираем вкладку «Страницы с наибольшей видимостью». Подскажу сразу, фильтруйте то, что получилось из страниц лидеров по потенциальному трафику. Это позволит выделить те странички, по которым данный сайт, который вы пытаетесь исследовать, получает максимальное количество трафика. Затем уже дело техники изучить каждую страницу по ключам, выбросить эти ключи в семантику, начать по этим ключам двигаться и обогнать вашего конкурента, который сильно зарвался в выдаче. Также мы рекомендуем воспользоваться нашими сервисами в контекстной рекламе и в SEO. Ссылочка в описании. Среди этих сервисов вы найдете такие утилиты, как ластеризатор ключевых слов, сервис для сбора семантики, генератор объявлений Яндекс и Директ. Подписывайтесь на наш канал SEO Quick, нажимайте на колокольчик и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok